Всем привет! Кто первый раз смотрит мои видео, давайте знакомиться. Меня зовут Даша, я студентка университета Матрея Белла в Словакии. И в этом видео я бы хотела рассказать вам информацию, которая будет полезна абитуриентам и студентам Словацкого университета. Коротко о том, чем я хочу с вами поделиться. Первое, это общественный транспорт Словакии и как правильно им пользоваться. Второе, это мобильные операторы Словакии и какую выгоднее всего купить сим-карту. Третье, это сроки и подача документов в университет. Четвертое, как правильно оформить официальное письмо, например, когда вы обращаетесь к преподавателю вашего университета. Ну что, поехали? Общественный транспорт в Словакии. Для студентов в Словакии на проезд существует множество скидок по карте ICIC. Напомню, карта ICIC это карта международного студента. В городе, где вы будете учиться, университет вам выдаст эту карту. И, например, в том же городе вы сможете пользоваться скидкой на проезд на автобусе. Возьмем, к примеру, город Банско-Быстрица. Как же там пользоваться ICIC? Сейчас коротко расскажу. Когда приезжает автобус, вы заходите в первую дверь, которая возле водителя, чтобы пополнить ICIC. Вы даете определенную сумму, минимальная сумма пополнения 5 евро. Говорите ему за 5, он вам скажет. Приложите, пожалуйста, ваш ICIC к специальному автомату, который находится возле водителя. Вы прикладываете ваш ICIC. После этого вылазит специальный чек, который как идет подтверждение того, что вы оплатили. Вы пополнили баланс вашего ICIC. После этого еще раз прикладите вашу карту, чтобы уже заплатить за проезд. Тогда вылазит еще один чек. В следующий раз, после пополнения вашего ICIC, вам не обязательно заходить через первые двери, чтобы просто оплатить за проезд. Можно зайти уже через вторые. То есть, возле каждой двери будет стоять уже этот автомат. Вам достаточно зайти в автобус, приложить карту, и вы оплатили за проезд. А вот в Братиславе это работает немного иначе. Когда вы будете на остановке, вы увидите большой автомат, где и продаются проездные билеты. Там же вы, имея ICIC, можете купить себе студенческий билет. После этого, когда вы входите в автобус, возле двери будет специальный тот же автомат, где нужно уже пробить именно этот билет. Билет не покупается у водителя. Для того, чтобы узнать график прибытия нужного вам автобуса на нужную вам остановку, рекомендую скачать приложение ЦП. Очень удобное приложение. Вы можете выбрать любой город и найти нужный вам автобус на нужной вам остановке. Также, с помощью ICIC студенты имеют возможность путешествовать по всей Словакии абсолютно бесплатно. Но для начала нужно сделать проездной. Его можно сделать на железнодорожном вокзале в городе, где вы будете находиться. Вы подходите к кассе, даете ваш ICIC, просите сделать проездной. Пять минут дела и поздравляю, вы обладатель бесплатных проездов по Словакии. Путешествуйте на здоровье. Билет на поезд по Словакии вы можете приобрести в кассе ЖД вокзала. Или же, проще всего, через приложение, которое называется Edime Vlac. После того, как вы получили проездной, эти данные вы должны будете внести в это приложение, чтобы спокойно приобрести себе бесплатный билет. После этого, когда вы приобрели билет, вы его получите на вашей электронной почте. Билет распечатывать не нужно, электронный подходит. Также не забывайте с собой брать и ICIC, когда будете ехать уже в поезде. Кондуктор проверяет ваш билет электронный, а также ваш и ICIC. Также по карте ICIC у вас еще будет скидка на Flixbus от 10 до 15%. Как же использовать эту скидку? Для начала вам нужно скачать приложение ICIC, войти туда со своими данными в личный кабинет, в поиске найти Flixbus и там вы увидите Flixbus ваучеры от 10 до 15%. Когда вы будете покупать билет в самом приложении Flixbus, там после этого будет возможность ввести номер этого ваучера, чтобы приобрести скидку. Но читайте исключение, например, на поездку во время праздников этот ваучер не работает. Какой мобильный оператор в Словакии выгоднее всего? В Словакии существует 4 компании, которые предоставляют услуги мобильного оператора. Это Telecom, O2, Штворка и Orange. Мы с вами рассмотрим самые выгодные предложения от каждого из мобильных операторов. И первым, кого мы рассмотрим, это мобильный оператор Штворка. Как по мне, Штворка самый лучший вариант, так как я сама ими пользуюсь. Самым более-менее выгодным тарифом от Штворка является, как по мне, Слубода 100+, где дается 12 гигабайт мобильного интернета, 100 минут или же смс Словацкой Республики или в Европейском Союзе и стоит в месяц 11 евро. 4 евро это при первой покупке номера от Штворки. И, кстати, вам не обязательно покупать тариф. Вы можете пополнить на определенную сумму баланс телефона и пользоваться звонками и интернетом. Это в случае, если вы не пользуетесь часто мобильным интернетом и редко звоните. На второе место я поставила мобильный оператор Orange. Самым более-менее выгодным тарифом от этой компании, как по мне, является тариф GoSaveYoxo. Тут даже написано, подходит студентам и учителям. В этот тариф входят бесконечные звонки по Словакии и Европе, бесконечные смс и ммс, 17 гигабайт мобильного интернета на месяц и стоимость 16 евро в месяц за этот тариф. На третье место по выгодности для студентов я поставила мобильный оператор O2. Если вы бы хотели себе иметь безлимитный интернет, то нужно будет купить титановый паушал, то есть тариф, который стоит 42 евро в месяц. Но для студентов, думаю, подойдет что-то из этого. Например, есть стребурный, мудрый, а златый паушал. Рассмотрим стребурный, который дает 8 гигабайт мобильного интернета, плюс еще 2 гигабайта интернета. 10 центов стоит звонок за минуту и 6 центов одна смс. Стоимость данного тарифа 22 евро в месяц. Тут, как вы видите, немного дороже, чем было в предыдущих мобильных операторах. И на четвертое место я поставила мобильный оператор Telecom, который я считаю менее выгодный для студентов. Самый дешевый тариф стоит 24 евро в месяц, который дает 4,5 гигабайта интернета мобильного, плюс еще дополнительные 4,5 гигабайта при подключении дополнительной услуги. Звонки бесконечные, смс, ммс бесконечные. Для того, чтобы купить сим-карту, вам нужно пойти в отделение мобильного оператора или же на почту. Не забудьте взять с собой паспорт, так как номер телефона регистрируется именно на ваш паспорт. И хочу предупредить, что некоторые мобильные операторы не продают сим-карту несовершеннолетним. Для этого кто-то из совершеннолетних может купить ребенку эту же сим-карту, так как он должен подписать договор с этим мобильным оператором. Как и когда подавать заявку на поступление в Словацкий университет? Сроки подачи заявки каждый факультет выставляет на своем сайте. Чаще всего это либо до 31 марта, либо до конца апреля. Также на этом же сайте вы можете найти и ссылку, где вы можете подать электронную заявку. Подавая эту заявку, вы выполняете свои личные данные, а также прикрепляете некоторые документы важные. Один из них это резюме. На словацком это животопис. Как сделать животопис вы можете найти в интернете. Также при подаче заявки вы должны еще и оплатить за эту заявку. Цены также есть на сайте факультета, выбранного вами. Требования к документам у каждого университета свои. Самое главное на начале это подать вашу заявку электронную, где вы добавили свое резюме и также оплатили эту заявку. До конца срока, то есть, например, до 31 марта. После истечения срока вы также можете отправлять ваши документы, которые готовятся постепенно, будь то аттестат и так далее, до дня записи. То есть самое важное это успеть отправить вашу заявку электронную и оплатить ее, прикрепляя еще резюме. И последнее, как правильно оформить официальное письмо. Когда вы будете обращаться к преподавателю, к работнику университета, к работодателю и так далее, нужно правильно еще оформить письмо, которое вы будете отправлять по электронной почте. Сейчас дам вам несколько примеров, как правильно оформить письмо. Сейчас на экране вы видите два примера официальных писем. Первый – это обращение к женщине, второе письмо – это обращение к мужчине. Рассмотрим их более детально. В первом примере изначально мы должны написать тему. Тема не должна быть длинная, достаточно короткого текста, где четко указана причина, почему вы пишете это письмо. Но обращаясь к примеру к преподавателю, изначально мы должны обратиться уважительно и пишем «Важина пани инженерка», например, «Кантрова Мария», зависит, кому вы пишете. «Важина пани» в переводе как «Уважаемая», «Госпожа». И также обязательно не забывайте подставлять титулы данного человека, например, «Кантрова Мария» у нас «Инженерка» и в конце «ПГД». Если вы будете писать письмо преподавателю в вашем университете, изначально найдите этого преподавателя в интернете, чтобы найти его титулы и правильно их написать. И после этого вы уже пишете «Добрый день», пишете, кто вы, где вы учитесь, какая у вас специальность и какой вы курс. Дальше можете использовать фразу «Пишем вам оглядом», то есть пишу вам по поводу, расписывайте, почему вы обращаетесь, что вы требуете от этого человека или что вы хотите спросить, а в конце можете написать «Вупред дякуем за вашу помощь», то есть «Заранее спасибо за вашу помощь». И в конце «Споздравом» или же можно написать как в втором примере с «Удстоу» «Дарья Соловьева», ну, ваше имя, то есть «С наилучшими пожеланиями Дарья Соловьева». А во втором примере то же самое, только обращение к мужчине. Третий пример официального письма – это, к примеру, когда вы не знакомы с человеком, вы не знаете, кому вы пишете, не зная ни имени, ни фамилии. Тогда достаточно просто написать «Добрый день», контактуем вас оглядом, то есть пишу вам по поводу, расписывайте, почему вы пишете, и в конце вы можете написать «Тещимся на делщию с полупрацу», в переводе как «Надеюсь на наше сотрудничество», с «Найлучшими пожеланиями», ваше имя и фамилию. На этом все, спасибо за просмотр, я надеюсь, это видео вам было интересным и полезным, не забывайте оставлять ваши комментарии и лайки, и до следующего видео! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok